Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Вайгаш. Яков готовится к спуску в Египет. Яков сказал, что колесницы, которые прислал Иосиф, не годятся на них изображения идолов. И Ягуда их поснимал, этих идолов, только тогда Яков согласился ехать в Египет. Мы знаем, что Яков сначала спрашивает разрешение у Всевышнего, потому что он хорошо знает, что его папе Ицхаку Всевышний сказал ему, не спускайся в Египет, поживи в стране, в которой я скажу тебе. И Ицхак жил, не выходя из страны к нам, всю средство и 180 лет. И теперь Яков спрашивает разрешение, Всевышний говорит, спускайся в Египет, ибо большим народом сделаю тебя там, я сам сойду с тобой в Египет, и Иосиф закрой глаза твои, и сам выведу народ из Египта. После этого написано, что семья Яков спускается в Египет. Написано вот имена, сыновей Израиля, сынов Израиля, идущих в Египет. И чтобы немножко нам понять, мы открываем две главы. Глава Вайгаш и глава Пенхас. Главе Пенхас мы тоже смотрим в Шикиме, последний пересчет, последняя стоянка, что с нами стало через 250 лет. Вот от входа в Египет до выхода из пустыни 250 лет. Здесь написано, сыновья Риувена. Риувен сыновьями. Ханох и Палу, Хицрон и Карми. Это его сыновья. Если мы читаем главу Пенхас, написано, от Ханоха семейство Ханоха, от Палу семейство Палу, от Хицрона семейство Хицрона, от Карми семейство Карми. То есть, вся семья сохранилась. Если мы смотрим дальше Шимон, в нашей главе идет Емуэль и Эмин, и Агат и Яхин, и Цахар, и Шауль, сын Кна, а не Янки. Если мы открываем главу Пенхас, Агата нет. Семьи Агата нет. Мало того, что семьи Агата нет, то и в месте, где стоит Цахар, стоит слово Зирах. Семь семей сынов Израиля, пишет Раши, были убиты. Братолбис на войне в гражданской, в Масероке. Это после смерти Агата. Вот поэтому Агата здесь нет. Говорит Раши, в лосферной памяти, что Цахар и Зирах имеют одно и то же значение, сияние. Поэтому это один и тот же человек, и в данном случае он не видит никакой в этом проблемы. То есть, Цахар станет Зирахом через 250 лет. А семья так будет называться. Теперь дальше. Сыны Леви, Дершонки, Гат и Мради. Невзирая на все потери, Семья Леви, в том же составе, Через 250 лет, Представители Всех Трех семей останутся. Что касается Ягуды, То мы знаем, Что у Ягуды Были дети, Эра Анан, умерли Эра Анан В стране Кнаан И были От Шелы семейства Семейства Шелы В общем, От Переца семейства Переца От Зираха семейства Зираха И были Сыны Переца Хицрон и Хамуль В общем, Никого мы не потеряли из колена Ягуды Что касается Хицрона и Хамуля Мы уже об этом говорили, Что за 22 года Ягуда успел Жениться, Родить трех сыновей, Сыновья выросли, Женил одного, Он умер, Второй он умер, Третьего не дал, Потом его невестка Его выловила на дороге, Сделала с ним хупу, Без него его женили, И родились Перец и Зирах, После этого Перец вырос, Женился И родил Хицрона и Хамуля, И год за 22 года Он уже Игуда с внуками Хицрон и Хамуля Входит В Египет, То есть это чудо, Невероятно, Как Всевышний сделал, Что он за 22 года все успел, Почему вообще мы говорим За Эрой Анана, Если они умерли, То интересные комментарии Санчина Пишется, Что Их души вселились В Хицрон и Хамуля В сыновей Перца Если сказать, Что это ливерантный брак, То Казалось бы, Что Сыновья Перец И Зирах, То не может быть, Потому что Отец не может быть Обязан сделать Ливерантный брак, Только брат за брата, Тора пишет, Если братья живут вместе, Один умирает, И у него детей нет, То Его брат женится На его вдове, И ребенок, Который родится, Будет считаться Именем брата, Ну вот так, Такой порядок, А он отец, А не брат, Поэтому Этот номер не работает, И поэтому Там пишется, Что Вот Хицерон и Хамуле, Это так, Хотя нам тоже Это не совсем понятно, Разве Перец женился На своей маме, На Тамар, Конечно нет, В общем, Немножко непонятный комментарий, Но такой есть, Значит, Семья Игуды у нас сохранилась, Потом смотрим дальше, Семья Исахара, Тала-Пуа, Йов, И Шемрон, Если мы смотрим, Голкин Хас, От Талы, Семейство Талы, От Пуы, Семейство Пуы, От Яшова, Семейство Яшова, От Шемрона, Семейство Шемрона, Получается, На том месте, Где стоит Йов, Стоит Яшов, И какое-то Произошло изменение, Что Йов По каким-то причинам Стал Яшовом, Но мы знаем, Что в Торе Меняются имена, Бывают Такие ситуации, Что имена Меняются, Мы знаем, Авраам Стал Аврагам, И так далее, Яхов, Исраэль, В общем, Сарай Сара Стала, В общем, У нас это Не новость, Это Особо значение Мудрецы не предают Значит, Теперь у нас Идут Сыновья Зильпы Значит, Нет, Еще у нас Звулун, От Звулуна Те же сыновья Все у нас Сохранилось Сарет, Илон и Яхов, Также стали Семейством Сарета, Семейством Илона, Семейством Яхов, Все отлично Звулун не поменялся, Все семьи Сохранили, Все хорошо Теперь Сыновья Зильпы И сыновья Гада Цифион Хаги Шуми Эдзбон Ри Ради Рыли И если мы берем Семью Гада В Эпенхаз То написано, Что Количество Там не пропадает, Но Имена поменялись Тут где стоит Эдзбон Там стоит Азни И Тут Ораги Тут Ород Есть Разница Есть Какая-то Но Вот это Азни Раша Обращает Внимание Он Говорит Азни Это Эдзбон Но Я не знаю Как это доказать Он Это знает Для нас Обычно В том месте Где стоит Эдзбон Стоит Азни Ну Думаешь По идее Это так Но Здесь Он пишет Я не знаю Как это доказать Хотя Он считает Что это так И Знаменитый Равин Ария Кодаш Он говорит Ну Как бы ни был Велик Раш Он не может писать Что Он не знает Если он не знает Как доказать Не надо Это писать И Потом Прошло время И Он находит Заброшенный Медраж Называется Какой-то Видно редкий Медраж И там пишет Одна фраза Азни Это Эдзбон Древний Поэтому Надо быть Осторожным С Раш Если он Что-то говорит Он Все равно Правильно Говорит Обычно Нам трудно Найти Такого человека Ошибкой Это Многие люди Пытались Но Невозможно Его комментарий Невероятный Что касается Дальше Кто у нас Идет Дальше Смотрим Ашера Брат В убийственной Войне Погибла Эта Семья Как и Агат Карине Шимона И Больше всех Страдает Беньямин То есть Если Мы берем Сыновей Иосифа Минаше И И И И И И И Все Хорошо Что касается Беньямина Здесь у нас Перечислить 10 имен Белла Бехер Ашбель Геранайман И Хирош Мупим Купим Арт Хорошо Если Мы Открываем Главу Пенхаз И Смотрим Там То У нас Из Десяти Возможных Семей Остаются 5 Белла И Бехер Остались Гера Не Стала Этой Семьи Наомана Тоже Не Стала Эхир Стала Хирам Он Остался И Арт Пропал Тоже Мупим Хупим Салиш Хуфам И Хуфам Рож Тоже Пропадает В общем 5 Семей Мы Потеряли Но Пишет Нам Ашем Пишет Он Нам Что Были Сыны Беллы Арды Наоман То есть Всевышний Делает Семьями Еще Внуков Он Делает Семьями Внуков Вот Так Вот То Вот Получается Мы 5 Потеряли Одного Мы Потеряли У Ашера И Одного Потеряли У Шимона И Получается Семь Семей Которые Были Убиты И Наши Мудрецы Это Большая Потеря Нас Меньше Бластрение Мы Получили Потому Что Потеряли 11 Семей Четыре Левитских Семь Семь Семей Сынов Израиля И Мы Мы Много Семей Получили От Йосифа То Есть Здесь Мы Что Мы Здесь Знаем Мы Здесь Знаем Что У Йосифа Есть Два Сына Минаше И Фраим И Если Мы Разбираем Линию Минаше Семей Ягуда Рода Родил Савхада Не пишется Что он Рача Но Пишется Что родил Савхада Имя упомянуто У Савхада Дочери Махла Милка Ягерца Такое Такое Большое Родословие У Йосифа Перечислен В главе Пенхаз То есть Очень сильно Размножилась Эта Семья Хотя Казалось бы Эфраим Большую Браху Получил У Якова Но Почему-то Через 250 лет Минаше Размножится Сильнее И по количеству Там будет Большое Число Стоять Чем У Эфраима У Минаше Будет Как-то Браха Сработала Невероятно В общем Если Мы Посмотрим Что было С Эфраимом То у него Тоже Хорошая Браха И Написано Что У него Три сына Шутиллах Бахер И Тахан И Были Сыны Шутиллаха И Ран То есть Получается И дети И внуки Стали Родоначальниками Семей У Эфраима Тоже Но Не так У Минаше У него Большая Линия Очень перечисленная Очень большая Браха Идет У него Теперь Если Мы Смотрим Дана Сыновья Дана Хушим Почему Стоит Множественное Число Хушим И он Один Сыновья То есть Мудрецы Наши Они говорят Что Невзирая Что у него Один Сын И тот Он Глухой Хушим Это знаменитый Хушим Который Убил Исава Когда Он Претендовал На То Что Мы Отдали Место В Пещере Махпила То Он получил Огромное Благословение Мы уже Видим Главей Бамидбар Что у него 62700 Человек От Одного Хушим Родилось Такое Огромное Поколение Если Берем Бенямина То У него Всего 32200 Человек От Десяти Сыновей Получилось А у него Такая Браха От Одного То есть Поэтому Пишет Большое Сыновья Дана Хушим Потом Левенхас Будет Другое Имя Там Сухам Имя Стоит Может Это За то Что Убил Исава То Заслужил В общем Не все Нам Известно И Стоят У нас Сыновья Нафтали Нафтали Стоит Еце Сейчас Написано Как написано Еце Эльгуни Еце Эшелем Северто Он Назвал Шелем Возможно Здесь же У нас Малки Цедек Царь Шелема Что Это Ярушала Может И Древнее Название Ярушала Может Поэтому Нафтали Так Назвал Своего Сына После Этого Написано Что Зашли В Египет 66 Человек А Йосиф Был В Египте Йосиф Вот Этот Комментарий Нам Более Понятен Потому Что Если Скажешь Что Допустим Комментарий Сынчина Пишет Что Хоть 69 Перечисли На 170 Яков То Нам Это Трудно Сказать Потому Что Не Хватает Одного Человека У Леи Были Дети Леи 33 Человека Как Мы Не Пересчитаем Все Рано Что По Счет Уйдет 32 Человека Если Ты Скажешь Что Яков Будет 33 То Он Не Может Быть Потом Комлей Сыном Е Он Же Муж Нам Трудно Понять Такой Комментарий Сынчина Или Медраж Пишет Что Всевышний Сказал Я Сам С вами Зайду В Египет Сам Выйду Оттуда С вами Скажет Что Это Сам Всевышний То Нам Трудно Понять Он Тоже Не Может Относиться Потом Комлей Поэтому Более Понятен Вот Так А на Сегодня Наш Урок Заканчивается Урок Был Дан За Понятие Души Михаэль Бен Леви Берта Бат Исраэль Павел Бен Эфим Сам Бен Герш Хайм Мал Бат Йосиф Роза Бат Михаэль Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Яков Бен Нахум Владир Бен Григорий Здоров Светлана Бат Моисей Бен Ева Элина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Мэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соне Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Мазван Параса Сгула Ирина Батури Арон Аре Бен Ри Зарош Арон Арон Хороший Олег Марченко Всем Браха Параса Кавана Мазал То Что Мы Это Время Не Грешили Учили Тору Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И Чтоб Скоро Закончилась Эта Война До Следующих Встреч Надеюсь Остается Завтра В 15 Часов Всем Шалом До Встречи